Здравствуйте! Позади рабочая неделя, а это значит, что впереди вас ждет встреча в спортивной компании. Сегодня первый выпуск нашей программы, и мы не будем учить вас, как правильно жить. Мы будем говорить о возможностях, о дружбе, о людях и о том, что дает им спорт. В период антивирусных ограничений спортивная жизнь замерла. Замерла, но не остановилась. Сегодня мы расскажем, как и чем живет спортивная компания в городах, где расположены производственные площадки Кольской ГМК. Итак, если вы готовы на старт, внимание, марш! Плавание, горные лыжи, сноуборд, волейбол, баскетбол – это лишь некоторые виды спорта, которыми занимаются работники Кольской ГМК. Промышленные площадки Норникеля в разных городах и людей, работающих на них, объединяют не только производственные задачи, но и стремление к спортивному образу жизни. Корпоративные старты проводятся на самых разных уровнях – от выявления лучших в цехе до больших корпоративных турниров, гостями и участниками которых становятся звезды российского спорта, чемпионы мира и Олимпийских игр. Спорт для работников одной компании – дружеская встреча, где есть победители, но не бывает проигравших. И таких встреч всего за неполные три месяца до введения ограничений в Мончегорске и Печенгском районе прошло больше сотни. Наверное, в это не все могут поверить и уж тем более понять, но 1 января можно встретить не за праздничным столом. 35 мончегорцев буквально вбежали в Новый год, присоединившись ко всероссийской акции «Трезвый забег». Они преодолели 2,5 километра от центральной аллеи парка по набережной Клементьева до скульптуры «Лось» и по проспекту «Металлургов» финишировали у центрального входа в парк. Эстафету взрослых в Никеле подхватили самые юные спортсмены. На традиционном чемпионате ползунков на радость мам и пап дистанцию преодолевали 25 ползунков, бегунков и шустриков в возрасте от 6 месяцев до 3 лет. В новом году в Печенгском районе продолжились хоккейные баталии между командами Заполярного, Никеля, Спутника, Печенге, Заозерска и Снежногорска. Сразу два матча открыли второй круг турнира «Арктическая хоккейная лига». Она подогрела интерес к хоккею перед одним из ярчайших спортивных событий – приездом красной машины. Никита Кучеров, Никита Гусев, Кирилл Капризов. Три дня 80 воспитанников хоккейных школ города Заполярного, поселков Никель и Спутник от 8 до 13 лет учились укращать шайбу под руководством тренеров и специалистов Федерации хоккея России, а также заслуженного мастера спорта СССР, трехкратного чемпиона мира Ирека Гимаева. Радует то, что начали строить катки. Есть федеральные программы, по России строятся катки. И это дает определенный толчок в развитии детского хоккея. Очень радостно, что есть такой зал. Посмотрите, детишки, дисциплина, катаются хорошо, глаза горят. Есть очень хорошие мальчишки. Как для Печенского района хоккей, так и для Манчегорска. С 2014 года один из любимых видов зимнего спорта – корпоративные соревнования Кольской ГМК по юге Гассен. Традиционно они проходят на территории Манчегорского горнолыжного комплекса «Лопарьстан». В командной игре «Снешки» принимают участие сборные Кольской ГМК, Печенкострой и Мурманского транспортного филиала «Норникеля». Еще одно важное событие – большой спортивный праздник в честь открытия обновленного современного спорткомплекса «Дельфин» в Заполярном. Количество спортсменов на один квадратный метр доказало – спорт здесь не просто увлечение. Спортом в Манчегорске и Печенском районе по-настоящему живут. Ездили в Норвегию в бассейн, по возможности в Никель. Как-то пытались выжить. Сейчас очень рады открытию. Очень. Будем ходить обязательно. Но в конце марта залы опустили, а бассейны отмелели. Спортивные комплексы «Заполярье» замерли в ожидании конца пандемии. Поставленная на паузу спортивная жизнь постепенно набирает обороты. Уже сегодня открыты уличные спортивные площадки, возобновляются занятия и тренировки. Пандемия внесла свои коррективы в тренировочный процесс, поэтому поклонникам здорового образа жизни пришлось адаптироваться к новым условиям и придумывать иные пути развития. Так многие заполярные спортсмены занимались дома, получая видеозадания от тренеров. Прожили этот период достойно и продуктивно, но возвращения на поле все ждали с огромным нетерпением. Паша четверка меняется сюда ко мне. Вы поменялись сразу. Кто играл на конусах, играет на воротах. Поехали. Мы на воротах. На поле как вот нас спустили, мы сразу и вышли. Это был уже август, по-моему, да. Вот. Мы долго-долго ждали. Приходили сюда очень часто. Стучались в двери, дети, родители. Быстрее, быстрее. И, наконец, мы вышли на траву. Ну, я думаю, да. До первого снега-то точно будем бегать. Сейчас местные футбольные команды в ожидании выездов и соревнований. Впереди незаконченный открытый чемпионат по футболу, на котором встретятся 12 команд из разных городов Кольского края. Апатитов, Кировска, Кандалакши, Манчегорска, Мурманска. Завершить этот чемпионат и начать следующий – главная задача на сегодня. А пока ребята активно тренируются и оттачивают свое мастерство. На городском стадионе Манчегорска тренируются не только футболисты, но и команда по хоккею с мячом, которой занимаются одни девочки. Возобновление встреч на поле и тренировок – долгожданное событие для спортсменок и их тренера. Мы не ожидали, что так произойдет, и мы можем так расстаться надолго. Конечно, все соскучились, соскучились по виду спорта, по тренировкам. Все рады вернуться. И вообще, это, конечно, счастье, когда дети сидят не дома с компьютером, а занимаются спортом. Городской спортивный стадион Манчегорска был сооружен 57 лет назад силами тысячи манчегорцев, горняков, металлургов, строителей, работников предприятий местной промышленности и учащихся. Спортивная жизнь здесь кипит до сих пор, поэтому стадион регулярно обновляют. И в 2016 году Норникель и Кольская ГМК исполнили заветную мечту многих спортсменов-манчегорцев, реконструировали футбольное поле и положили новый искусственный газон. Мы находимся на одной из главных спортивных арен Манчегорска, где сегодня тренируется местная команда по мини-футболу, в основном в составе которой работники Кольской ГМК. Этот манеж был открыт в декабре 2019 года. Почти все расходы на его возведение взяла на себя компания Норникель. Открытие манежа подарило спортсменам возможность тренироваться круглый год. Здесь занимаются воспитанники спортшколы, сборная Манчегорска, сотрудники Кольской ГМК и городских организаций. Играют в флорбол, большой теннис и мини-футбол. Завершение пандемии ждали с нетерпением, а теперь впереди не менее значительное событие – открытие соревновательного сезона. Больше охоты турниров, соревнований, можно сказать, какие-то выездов, повстречать соперников из других городов, можно сказать, даже из других стран, с которыми вот к нам приезжает команда Норильского Никеля, очень было приятно увидеть бразильца, Родригиню, если я не ошибаюсь. Вот, очень было приятно с ним поиграть, как говорится, можно сказать, на одном поле почувствовать, что такое профессиональный уровень. Один из завсегдатаев Манежа – капитан Манчегорской сборной Кольской ГМК по мини-футболу Иван Перхин. На производстве он ответственный сотрудник, дома заботливый семьянин, а на поле – активный нападающий. Как совмещаете работу и увлечение еще и семью? Да, очень тяжело, потому что и дома надо успеть, и дочек маленьких, в школу пошла старшая, младшая еще два года в садик ходить. Но пытаюсь все успеть. И сейчас на работе тяжелый период, поэтому вот вечером постоянно на работе, выходные работаем. Но для тренировок время всегда нахожусь, но сейчас период этот месяц пройдет и будет легче. Сборная Кольской ГМК по мини-футболу объединяет сотрудников компании. Будучи капитаном команды, Иван работает в тандеме с тренером, воодушевляет спортсменов на успехе. Надеюсь, все-таки состоится в октябре корпоративный турнир по мини-футболу, это Норильского Никеля. Он всегда проходит в Сочи, в санатории Заполярье. Турнир очень сильный по уровню, потому что приезжают команды с Норильской, а на Норильске есть профессиональная команда мини-футбол, Норильский Никель. Нам всегда тяжело, но мы достойно представляем, потому что у нас ездит сборная не только с Мальчегорской, а еще с Заполярного и с Никеля. Регулярные турниры и встречи с другими командами мотивируют футболистов на продуктивные тренировки и достижения более высоких результатов. Норильский Никель является по-настоящему спортивной компанией. И эта неотъемлемая часть корпоративной культуры Кольской ГМК была и остается насыщенной, даже несмотря на пандемию. Пожалуй, все о большой спортивной семье Норильского Никеля знает наш сегодняшний собеседник. Начальник управления корпоративных мероприятий Департамента социальной политики ГМК Ирина Заболотная. Привет, привет. Жизнь поставила нам такую задачу. А спортсменов-то в компании в целом почти 17 тысяч человек. И навряд ли мы как бы могли этих людей оставить без внимания и не помочь им в этот такой сложный для нас всех и совершенно необычный период оставить им без какой-то физической поддержки. И первое, что мы сделали прямо на самых первых этапах, мы запустили такую программу на платформе, которая называлась «Иммунный заряд». На самом деле там была не только зарядка со спортсменами, не только зарядка в семье, не только показ каких-то упражнений с подручными средствами, как можно отжиматься от гола, как можно приседать, посадить на себя ребеночка или собачку в руках держать или так далее. Но и хорошие советы, правильного поведения в это время. Обязательно, безусловно, мы делали ссылку на то, чтобы соблюдали все нормы и все указания Роспотребнадзора. И поэтому я считаю, что эта программа дала старт. Конечно, это было не в полном объеме, люди не могли бы ходить на улицу, но, по крайней мере, они знали о том, что они могут физически заниматься. То есть действительно Норникель является спортивной компанией? Это безусловно. Норникель является спортивной компанией как внутри, так и примером для подражания для внешнего мира, потому что мы очень поддерживаем и федерации, мы дружим, у нас есть очень много контрактов, мы дружим с федерациями большого спорта. У нас есть своя команда Норникель по мини-футболу, которая в этом году стала чемпионом, выиграла кубок, победила. Это просто, мы шли к этой победе очень-очень долго. Пандемия внесла коррективы в спортивную жизнь большого Норникеля. До сих пор некоторые соревнования переносят с одного месяца на другой, поскольку ситуация остается нестабильной и неясно, чего ожидать завтра. Очень внимательно следим за всеми рекомендациями, постановлениями губернаторов края, Роспотребнадзора. И если там будут какие-то послабления в части возможного проведения хотя бы без зрителей или хотя бы с каким-то частинным заполнением трибун, мы, безусловно, начнем проводить наши соревнования. У вас есть какие-то любимые команды? Хороший вопрос. Конечно, я стараюсь поддерживать команду главного офиса, которой очень сложно выехать на соревнования. И так как мы большее количество времени проводим очень много в офисе, мы офисные работники, нам дается сложнее все победы и все участия. Но вы знаете, на самом деле я всегда болею за те команды, которые, может быть, не занимают очень призовые места, но видно, что они стараются. И каждый раз из года в год я вижу у них маленький шажочек вперед. Я вижу, что они, может быть, не такие многочисленные, но вот у них есть свои победы, есть свои результаты. И болеем мы за тех маленьких участников, которые самые малыши по росту и по весу. Да, соревнования – это прекрасно. Мы все участвуем, мы боремся за победу, мы стараемся победить, но это не спорт высоких достижений. Пожалуйста, без страха. Очень прошу, потому что это не нужно никому. Это портит настроение как самому участнику, так и всем, кто приехал поддержать, поболеть за него. Вот, наверное, так. Счастливо, спасибо. До свидания. До свидания. Всего доброго. На этом мы пересекаем финишную черту нашей программы. В следующий раз спортивная кампания будет ждать вас в октябре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова